Обычно мы слышим истории, как футболисты, чьи кошельки набиты сотнями тысяч евро, изменяют своим жёнам. Игроки просто-напросто не могут устоять перед соблазном роскошной жизни и разрушают свои судьбы ради мимолетной интрижки. Но бывает и так, что изменяют не футболисты, а их жёны. Goal24 собрал самые характерные примеры, когда с наставленными рогами оставались не супруги популярных игроков, а сами игроки. Поехали! А перед началом видео давай проверим твои знания футбола. Сможешь ответить на наш небольшой вопрос в комментариях? Ну что, а теперь поехали! Модель Ванесса Перенцель изменила Уэйну Бриджу В 2010 году в английском футболе прогремел громкий скандал. Выяснилось, что гражданская жена Уэйна Бриджа, Ванесса Перенцель, изменяла футболисту с его напарником по Челси Джоном Терри. Самое ироничное, что сам Терри к тому времени уже был женат, имел двух детей, а в ноябре 2009-го был назван отцом года. «Я хочу изменить стереотипы и быть современным папой», – говорил тогда Джон. Изменить стереотипы у него действительно получилось. Скандал с Ванессой Перенцель вышел таким громким, что Джона лишили капитанской повязки в сборной Англии, а сам Бридж отказался от выступления за национальную команду, пока в ней будет играть Терри. Конфликт между Уэйном и Джоном достиг кульминации в феврале 2010-го года, когда Манчестер-Сити приехал на Стэнфорд-Бридж в рамках очередного тура чемпионата Англии. Перед стартом игры Терри подал Бриджу руку, однако тот не стал ее пожимать и прошел мимо Джона с ледяным взглядом. Отомстить Терри у Бриджа получилось и на поле. Манчестер-Сити победил со счетом 4-2. Кстати, наши надежные друзья из OneX для всех любителей спорта предлагают широкую линию и множество крутых бонусов по промокоду. Настоящие профессионалы своего дела, которые делают все быстро и качественно. Вся информация под видео. Ванда Нара изменила Макси Лопесу с Мауро Икарди В 2012 году аргентинцы Макс Лопес и Мауро Икарди вместе выступали за итальянскую Самбдорию. Футболисты быстро сдружились и Лопес стал приглашать Икарди к себе домой, познакомив его с матерью своих детей, бывшей порноактрисой Вандой Нарой. Между Вандой и Мауро, который на 10 лет младше Лопеса, вспыхнул роман. И женщина, недолго думая, собрала вещи, забрала с собой троих сыновей и переехала к Икарди. Роман Мауро с бывшей женой Макси Лопеса стоил ему карьеры в сборной Аргентины, где, как известно, многие вопросы решает не главный тренер, а Леонель Месси. Лео и Лопес вместе выступали за Барселону. И после истории с Вандой, 10-й номер синегранатовых неоднократно настаивал на том, чтобы Икарди не появлялся в составе сборной. Вполне возможно, что именно по этой причине Мауро не поехал на чемпионат мира в России. Пусть он и женился на Ванде в далеком 2014-м, эта грязная Санта-Барбара аукается ему до сих пор. Хорошие агенты знают, как вести себя в таких ситуациях. Считаю, что Икарди стоит найти другого агента. Ванда в прошлом хотела быть и моим агентом, но я отказался. Не хотел смешивать семью и работу. Сейчас я не вижусь с детьми. Иногда мне даже не разрешают поговорить с ними по телефону. С Нарой мы уже давно общаемся только через адвокатов. Мауро очень похож на нее. Поэтому я решил не общаться с ним. Думал, что с появлением ребенка он изменится, но этого не произошло. Недавно был день рождения моего сына, а Икарди и Ванда оскорбляли меня по телефону. Как я могу общаться с такими людьми? Рассказал Лопес, из которого по-прежнему не выветрилась обида. Жена Кристиана Леля изменила игроку с Михаэлем Балаком В 2009 году футболист Баварии Кристиан Лель запустил огромный скандал. Игрок сообщил, что его беременная жена Даниэла ушла от него к звезде сборной Германии Михаэлю Балаку. Возможно, статус капитана сборной Германии оправдывает подобное поведение. Он действительно перегнул палку. Но я и моя супруга Даниэла ждем нашего ребенка, и мне не хотелось бы в данный момент добавлять что-либо к сказанному. Могу лишь сказать, что мое трехмесячное отсутствие в футболе было спровоцировано его поведением. И он отлично знает об этом. Рассказал возмущенный Лель. Затем Кристиан расстался с Даниэлой и начал встречаться с другой девушкой – Мелани Риккингер. История повторилась по-новой. В 2014 году Лель взял телефон Мелани, парился в личных сообщениях и обнаружил интимную переписку с Месутом Азилом. Вполне вероятно, что именно из-за этой истории Месут расставался с немецкой красавицей Мэнди Каприста. В итоге пара так и не сошлась характерами. На грядущее лето у полузащитника Арсенала запланирована свадьба с другой обворожительной леди – Амине Гюльше. Сам же Лель, как и в случае с Балаком, изверг на соперника потоки негодования. Азил воспользовался своей популярностью и вторгся в наши с Мелани отношения нарочно. Это ненормально. Вопрос. В футбольном мире полно различных интриг, измен и сплетен. А кто из известных футболистов на протяжении восьми лет состоял в отношениях с женой родного брата? Ну а на этом всё. Спасибо за просмотр. Надеемся, что вам нравится наше творчество. Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на наш канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Продолжение следует...